Всем привет! Это новый влог. У нас сегодня суббота. В общем, сегодня у нас уже 5 дней прошло после того, как персик от нас ушел. Я вроде более-менее восстановилась. Все равно, конечно, бывает, что накрывает. Все равно, понятное дело, ну как бы нелегко. Но я думаю, мы справимся с этим. Иногда я с персиком разговариваю там, смотрю на небо. Вот. И у нас с Томой возникла идея, короче, заказать картину с персиком. У нас же есть много фоток с ним. Вот. И мы хотим заказать картину, фотографию, да, ну скажем так, на холсте, чтобы вот и куда-то ее повесить. Вот. И это будет как... Блин, я сейчас говорю и хочется реветь. Короче, это будет как просто, ну, дань памяти персику, что у нас был такой прекрасный кот. А я сегодня проснулась в 12 часов. У меня сегодня выходной, наконец-то, потому что до этого я работала 3 смены. Одна за девочку я выходила. И еще 2 своих отрабатывала. Вот. Так что сегодня у меня выходной долгожданный. Я очень его хотела, потому что после смерти кота, ну, как-то очень сложно работать. И вообще, ну, прийти в этот рабочий режим. Вот. Так что вот такие дела. У меня сегодня отвяжуха, потому что я, ну, вообще ничего не прибирала. У меня Тема все тут делала, полынул и все такое. Потому что я была просто не в состоянии делать какие-то даже домашние дела. На заднем фоне вы видите цветочки. Это Тема мне подарил позавчера. Он сделал мне сюрприз. Я пришла домой. Думаю, ну, едем домой. И в машине так вкусно пахнет. Я думаю, ну, булки заехал, купил Тема. Хлеб он там покупал. Думаю, ну, офигеть, хлебом пахнет так вкусно. Обалдеть. В итоге подъезжаем к дому. Тема достает оттуда роллы из машины. Вот. Короче, втихушево заказал роллы с сюрпризом. И вот прихожу домой. Еще тут такой вот прекраснейший букет был. Вот. Я на самом деле сейчас после того, как уволилась из флористики, мне еще больше стали нравиться цветы. Поэтому очень было приятно. И вот сейчас каждый день меняю воду. Не забываю, стараюсь, чтобы цветочки простояли дольше. Вот. Какая у меня еще сегодня движуха? Сегодня мы едем до моей мамы, до бабушки. До мамы еще точно не знаю, но до бабушки едем точно. Потому что бабушка там какие-то вещи мне хочет отдать, посмотреть, чтоб я, может, надела их. Не знаю, там, вдруг мне понравится. Вот. И у меня тоже для бабушки накопилось вот столько вот вещей. Три пакета. Но сейчас я это все разложу, и будет там, может, один пакет получится. Вот. Там вещи, которые я уже не ношу, но они в более-менее нормальном состоянии. Вот. Хочу отдать. Бабушка там уже всем раздаст. У нас бабушка такая. Она нуждающимся раздает, в общем, вещи, которые мы ей приносим. Либо что-то там друзьям отдает. Ну, в общем, подружкам. Вот. Так что сейчас я это все разберу. Мне из деревни, кстати, мама Тема тоже от тети Тани. Это Темина тетя. Короче, привезла тоже вещей. Я там пару кофточек взяла, за что прям огромное спасибо. Очень классная там рубашка была. Света хаки. Короче, взяла. Очень прям понравилось мне такое носить, оказывается. Вот. Обычно я вообще ношу либо белое все, либо черное. А какие-то такие цвета не пробовала. Вот. Так что оставила себе бирюзовую там кофточку и рубашку цвета хаки. Вот. А все остальное мне не особо подошло. Так что я, наверное, просто отдам это бабушке. И бабушка уже там раздаст нуждающимся. Либо сестрам. Вот. Так что сегодня у нас такой план с Темой. Он уже сегодня отработал. Время где-то у нас 2 часа. Он сегодня пораньше. Так что сейчас приедет. И мы поедем по всяким делам к маме моей, бабушке. Завтра у нас совместный выходной с Темой. Не знаю, поедем ли мы куда-то. Но я надеюсь, что поедем. Потому что очень хочется развеяться. Очень хочется просто зафиналить эту неделю каким-нибудь выездом из города. Потому что реально была сложная неделя в плане моральном. И хочется куда-то смотаться. Снимаю, кстати, без микрофона. Простите, я буду этот влог снимать без микрофона. Потому что не очень удобно. Опять будет передвигаться с этим всем. Вот. А когда какие-то статичные видео будут, то я буду стараться снимать на микрофон. Вот. Я решила так. Кстати, у нас есть идея снять статичное видео с Темой. Так что скоро, надеюсь, мы его снимем. Сколько раз у нас этих идей было, а мы ничего не снимали. Вот. Весь этаж. Просто у нас нет времени реально снимать что-то такое разговорное вместе с Темой. Потому что то он работает, то я работаю, то у него репетиции были, то еще что-нибудь. Ну, короче, забиваем все время. Забиваем и забываем. Вот. Так что надеюсь, этот раз не забудем. И что-нибудь для вас такое интересное снимем. Так, ну что у нас вообще с Темой происходит, помимо того, что у нас случилось горе с Персиком? В общем, мы сейчас активно, может быть, это поздно, но мы активно начинаем искать квартиру в Петербурге. Потому что, ну, это оказалось очень сложно. Я знала, что это будет сложно найти квартиру в центре за подходящую нам цену. Или хотя бы не в центре, около, может быть, центра, да. Да, я рассматриваю такие районы там, как Адмиралтейский, Центральный, Фрунцинский какой-то, по-моему. И еще какой-то, не помню какой, вот. Но я предлагаю тебя вообще снять на окраине где-то. Понятно, будет долго добираться до центра, но у меня уже был такой опыт. Мы жили, может, это не совсем окраина была, но, в общем, около Ладожского вокзала с родителями жили там. И, ну, час пешком дойти до центра Петербурга по таким красивым улицам для меня никакого труда особо не составляет. Вот, поэтому, ну, если там жить на постоянке, то, может, будет составлять. Но, не знаю, пока на первые пробные две недели, то почему бы не снять какую-то квартиру просто где-то на окраине. Мы все равно едем туда просто посмотреть вообще, как там, что там, разузнать обстановку. У Темы там уже какой-то концерт, он хочет там сыграть с ребятами, которые у него там есть. Вот. Буду болтать и параллельно вещи смотреть. И, получается, мы вот рассматриваем, пока что еще прям вместе не сидели, не смотрели квартиры, но какие-то варианты находятся, и неплохие даже, я вам так скажу. Вот. Так что мы, наверное, все-таки сегодня, наверное, даже сядем смотреть квартиры. Покажу вам, что мы там вообще рассматриваем. Мы рассматриваем либо студию, либо однокомнатную квартиру, но лучше однокомнатную квартиру, которую можно будет потом... Либо студию, которую можно будет потом снять, ну, короче, по месяцам можно будет снимать. Вот. А то так, сперва я смотрела просто на две недели, а потом Тема говорит, доктор Чо, давай смотри на месяц. Вот Тема, кстати, идет. Пришел Тема. Он сказал померить мне еще вещи, которые прислала тетя Таня. Сказал, что надо оставлять. Я просто в прошлый раз еще не мерила эти вещи. Вот. Я думала, что я померила все, кроме джинсов. Но я, оказывается, не померила даже половины. Но вот это вот мне животное, мне не нравится. Короче, Тема сказал оставлять. Так что зимой я буду ходить вот в таких штучках красивых. У меня пока не привычно, потому что я такое не ношу, на самом деле. Но когда Тема говорит, что мне идет, надо оставлять, я пытаюсь прислушиваться. Не всегда, но пытаюсь. Да? Вместе с ним, кстати, я начала... Ну, как бы не вместе с ним, а из-за него я начала носить платье. До этого я всегда ходила в джинсах, в футболках. Что еще я там носила? Ну, только в джинсах больше ничего не носила. Есть тут еще вот такие рубашечки всякие. Ну, что-то они мне вроде большие. Поэтому я не буду их надевать. А там... Ну, вот получается, был вот такой вот целый пакет. Смотрите, большой. И это вот все, что осталось от этого пакета. Немножко совсем. Все остальное я забрала. Это все мое старое. Такие футболки, всякая фигня. Вот. Так что это складывали. Хорошо, когда есть бабушка, которая распределит все эти вещи. Кстати, ты знал, что в других городах есть это... Контейнеры специальные. Знаешь, вот как есть у нас контейнеры разделения мусора? А у них там, типа, ну, вещи в магазинах стоят. Контейнеры для вещей. У Темы тут остались пола. Не знаю, его это не его, может, Сашина. Саша, наверное, что говорил некоторый. Вот. И это все. Я хочу попробовать отдать папе. Может быть, ему подойдет, и он будет хотя бы дома в этом ходить. Вот. Потому что Тема это не носит. Но у него лежит там уже два года. Я решила все отдать всем. И свои вещи тоже разобрала. И все, что не ношу, все отдам. В итоге у нас получается один вот такой пакет. Все. Что, сейчас ждем, пока машинка достируется и едем. Яш, это очень большой. Да, ключи сверху. Ты не уходите? Не уходит, но. Как собака. Мне пофигу себе. Да, ты мне показала, что он наделал нынче? Да, мы видели, но. Вот это я пришел с работы и был очень-очень удивлен, что у нас натворил кот. Это кошмар. И вот этот паразит стоит возле меня. И еще просит есть. Кошмар. Просто ужас. Тема тоже не делал. Это так собаки делают. Так да. Ему не нравится, но он не уходит. В общем, как вы поняли, мы заезжали к моей маме. У нее очень большой кот. У родителей моих очень большой кот. Это просто кошмар какой-то. Они его так сильно откормили, что я его никогда так еще не видела, чтобы так откармливали котов. Налог. Опа. Сейчас мы едем к бабушке. Наконец-то. Заехали в пятерочку, купили хлеба. Сегодня у нас еще будут дети. Мама просто ушла. Что, дети сегодня придут? Я уже там запланировала к бабушке пойти и так далее. Думаю, посидим, не торопясь. Ну, думаю, ладно. Так и быть. Так и быть. Ай, ладно. Ну, завтра, завтра мы куда-то едем, да? Ну, тогда, если мы хотим куда-то ехать, сегодня дети у нас. Хорошо. Ну, иначе никуда мы не едем. Едем завтра мы. Все. Решину. Курилка. Мне надо стекло на телефон. Пришли к бабушке, у нее тут такой кот. Здесь ледкий кот. Ты такой красивый. Красивый. И толстый. Какой вредный, ты бы знала, какой вредный. И вредный, и толстый. Все по-своему ему надо. И вредный, и толстый. Я же так, а потом... Ну, вот. Хороший мальчик, хороший. Где животик у нас? Где бай-бай-неньки? Надо спать. Распать хочешь? Селюб и мужик. Возь пистолетом всегда. Всегда, да? Да. Да, глазки-то открой. Скажите, я спать хочу, что нужно. Ой, залезет туда и упадет между окнами. И стоит на задних лапах корову, типа, весь перепуганный. Ой, как. А я что-то дура тут нынче его лапы ему мыла. Он посикал, и лапы там мокрые, я ему помыла. Так он прямо мне голову вот сюда засунул, как боится воды. Ой, боится, конечно. Ну, врач-то предупреждала, говорит, это британец, говорит, вы уж его, пожалуйста, не мойте. Они очень боятся воды. Ничего себе. Британец корабльная. Приехали мы за детьми Тёмы. Такой у нас сегодня будет прекрасный вечер. Я думала, что мы посидим, посмотрим квартиру с Тёмой вместе. Ну, там, повыбираем что-нибудь. Но, видимо, не сегодня. Какая-то машина тут встала рядом со мной. Чё, блин, надо? Вот и есть, куда ехала. Вот, короче. Сейчас. Заберём детей. Не без предупреждения. Вот. А мне всё равно надо, когда, как бы, ну, приезжают дети, мне всё равно надо, чтобы дома было чисто, чтобы дома было что-то покушать сделано. Хотя сейчас я уже даже на это забиваю, потому что всегда сейчас так происходит, что дети вот так вот появляются на нас дома. вот, и как бы мне не особо приятно, когда, ну, дети приходят, а у нас ни еды, ни убрано, а прибираться вместе с ними, ну, это такое себе тоже дело. Вот, так что, ну, вот из-за этого я немножко иногда, да, бывает, что, как бы, такая, на тему прям вот такая вот вся. Вот, не знаю, посмотрим. Вот, у нас, вот, например, сейчас дома нет никакой еды. Сейчас люди вот проют. Идёт, смотрит на меня, капец. Люди охеревшие стали просто. Идёт, смотрит на меня, как будто бы мы припарковались на его место. Господи, твоё место, я не знаю, вот просто я ненавижу таких людей, которые, блин, ну, кто-то там припарковался на их место, допустим, и они начинают там колёса пинать, ну, вот это всё. Типа, во-первых, это газон. Во-первых, ты ставишь машину на газоне, да. Во-вторых, ты, это место не подписано, ты не занимал его, ты его не выкупал, да. Поэтому, ну, вот, немножко бесят такие личности, когда ругаются за место, которое, блин, не заслужили. Вот. Так вот, что я говорила. То, что у нас нет еды, и, конечно, я буду переживать за то, что, ну, никак, не переживать, но просто мне будет не очень приятно, когда приедут мои дети, у нас нечего поесть. И, как бы, ну, фигня получается. И в итоге Тёма начинает что-то готовить, потому что я, если у нас нет еды, и прижать дети, я не готовлю ничего, потому что всё-таки это на Тёму всё уходит, это обязанность, потому что, ну, ему же надо накормить детей. Вот. Я, как бы, не знаю, я быстро не умею готовить. Мне надо вот, чтобы никого дома не было, либо чтобы был Тёма, но он там, допустим, сидит, играет, а я тихонечко там сижу, готовлю. А так, что где-то там все бегают, вот так вот, я не могу так готовить. Вот такая я, что поделать, принимайте, какая есть. Я так не могу, меня так не приучали, что если, ну, как бы, дети, они же, как бы, гости, да, для меня. И когда приходят гости, у меня должно быть, ну, порядок и, там, плюс-минус хотя бы, и приготовлено что-то покушать, чтобы можно было чем-то угостить. Вот, посидели мы у бабушки, всё хорошо, всё прекрасно, очень рада повидаться с бабушкой, потому что мы с ней не виделись, наверное, где-то, ну, больше месяца точно. Вообще редко видимся с бабушками, особенно с бабушкой Тёмы. Мы ещё с вами немножко поболтаем, такой опять говорящий влог у нас. Короче, я немножко не понимаю, как будет у меня в плане работы, в плане, ну, чтобы, как бы, деньги, да, какие-то тоже немножко где-то взять, именно, чтобы я заработала их. Не знаю, как в этом плане будет, потому что я написала своему директору, что я ухожу, ну, как бы, не ухожу, а просто, что в ноябре меня не будет. Вот, и получается, как бы я ему это сказала, но я же не сказала ему, что вернёмся мы точно или нет. Я даже вообще, я понятия вот не имею, вернёмся мы, не вернёмся. В смысле, поедем мы туда жить на постоянку, потом, когда вернёмся. И вот эти промежутки, когда до того, как мы поедем в Петербург, а я уверена, что мы поедем не с первого числа, а где-то там, ну, может, с числа десятого. Хотя я сказала, что мы поедем уже в первых числах, то есть в первых числах я уже не буду работать там, где я сейчас работаю. И мне вот вообще просто напрягает вот это вот то, что мы не знаем ещё как, чё. Я привыкла, что всё спланировано должно быть, но с Тёмой немножко не всегда это получается. Вот, я его пытаюсь на это сделать, чтобы, ну, как бы, спланировать всё. Но пока не очень получается. Вот, и квартиры у нас ещё нет. И, короче, работаю я, как бы, ну, брошу, получается, в ноябре. В начале они там уже найдут нового администратора, и всё, как бы, получается, что я ухожу оттуда. И надо вот как-то будет придумать, а вообще, как мне хотя бы что-то немножко где-то начинать зарабатывать, да, ну, не прикрепляться, да, никуда там. Ну, короче, не знаю, короче, вот эти промежутки до Питера и после Питера, когда мы приедем, меня немножко напрягает, а где я буду вообще брать деньги? Именно вот, ну, с моей стороны, да, бюджет вкладываться в наш общий. Где я буду эти деньги брать? Фоткать, ходить? Вот, если только у меня вот такая только мысля, что, как бы, просто загружать эти дни, которые я буду нерабочей, скажем так, загружать съёмками. Может быть, наверное, я так и буду делать. Не знаю, посмотрим. Короче, пока что ещё вообще ничего не понятно. До отъезда, по сути, осталось месяц. Мы ещё не купили ни билеты на поезд, ничего не купили вообще. Меня это тоже немножко напрягает. Вот, и поэтому я, как бы, хочу шевелиться, то там ищу какие-то квартиры, билеты на поезд, смотрела цену на самолёт. Ну, мы поездом поедем, потому что на самолёте там дороже выходит, и, короче, не надо нам такое. Я вообще на самолёте ещё ни разу не летала, я боюсь. Вот. И, короче, вот хочу Тёма-то тоже как-то расшевелить, чтобы это всё быстрее как-то сделалось. Вон дети, кстати, идут. Забрали детей и приехали снова в Маяк. Так, самый наш любимый магазин. Нам надо сыр, я хочу сделать драники. У нас уже следующий день. Я выгляжу очень плохо, потому что не знаю, что у меня всё лицо обсыпало. Какие-то мешки, синяки под глазами. Опять, короче, ревела из-за персика. Ну, короче, понятно. Ладно, вчера мы с Тёмой немножко поздорили, потому что меня повергло в шок, что он обманул своих детей насчёт персика, что персик якобы просто убежал. Для меня это было как ножом по сердцу, поэтому мы немножко разошлись с ним во мнениях. Персик, оказывается, у нас просто убежал. Ну, ладно, мы об этом поговорим отдельно, там, как говорится, ссоры из-за збы не выносим, да, и всё такое. Но просто вот эта тема, ну, воспитание, не воспитание, хоть у меня нет ещё своих детей, но я всегда считала, считаю и буду считать, что нужно говорить своим детям правду, какая бы она ни была, но нужно говорить правду, потому что лучше они эту правду узнают от тебя, как от родителя, чем они узнают там из каких-то источников, из тех же моих, допустим, соцсетей и так далее. Вот, поэтому немножко, конечно, я была шокирована тем, что персик у нас просто убежал. Ну, какие вот дела. Ребята, вставочка в этот влог, я сейчас его монтирую, и решила, что надо вставить немножко поясняющие слова, потому что могут не так, может быть, понять, может быть, вообще не стала делать эту вставку, но, короче, я вообще хочу сказать именно, почему я была шокирована тем, что Тёма не сказал про персика детям. Сейчас уже у нас всё хорошо, всё нормально, не переживайте, мы уже поговорили на эту тему, мы уже всё обсудили, Тёма понял, что он был неправ, вот. И как бы я говорила о том, что лучше они узнают эту правду сейчас и будут знать, что так бывает, что животные заболевают, что они могут умереть от болезни. Чем они узнают это когда-то там в более взрослом возрасте, когда, допустим, какой-нибудь их животный также, да, уйдёт из жизни, и они будут этим шокированы. Я вот именно вот это хотела сказать, что лучше с детства приучать своих детей к тому, что бывает в жизни. Вот, я это Тёме объяснила, он это понял и сказал мне, что да, Юль, я как бы, ну, был неправ, вот. Но как бы уже, чё сказали, то сказали, убежал, так убежал, вот. Но дети, я думаю, сами не глупые, они умные у Тёмы, так что они, я думаю, сами поняли, что персик, ну, не просто там куда-то убежал, даже сами они спросили, ну, умер что ли, вот. Вот, поэтому, как бы, тут суть вот этого моего шока в том, что лучше говорить детям прямо, ну, с детства то, что может произойти в жизни в их, вот. Я крашусь, не знаю, по чём мы вот повёз детей, без понятия, куда-то поедем мы сегодня или нет. Сейчас их увёз, и как бы понятно, что уже никакие пермени, ничего там, мы не поедем, вот. Ну, и тем более, что мы хотели же на картинг ехать, я Тёме дарила подарок на Новый год, на прошлый ещё. И вот у нас до 1 декабря там этот сертификат, и надо его использовать, потому что, ну, блин, две тысячи не хочется терять, вот. Поэтому надо съездить, но сегодня уже, видимо, не поедем, потому что там, во-первых, ещё и по записи надо, насколько я поняла, не знаю точно, вот. Я сейчас крашусь, просто, просто для себя, не знаю, пойдём мы куда-то, не пойдём, независимо от этого, просто вот решила накраситься, потому что тут меня вообще очень сильно обсыпало. Что я делаю? Как обычно у меня всё. У меня сперва я нанесла типа базу, у меня крем, блин, какой-то, надо базу уже нормальную какую-то купить. Потом нанесла тональник, сейчас буду наносить, корректор, корректор, что это называется? А, консилер. Всё, я уже всё. Вот. Буду наносить консилер под глаза, потому что самая ужасная сейчас у меня зона, это глаза, и вот так вот точечно немножко замазываю свои какие-то недостатки, которых у меня в последнее время очень много. Мне это, конечно, не нравится. Ну, что поделать. Вот. Ну, надеюсь, что мы всё равно куда-то сегодня съездим, потому что, говорю, неделя настолько сложная морально, что не вывозение получается. Вот. Ну, если ещё просто посидим дома, посмотрим, досмотрим, может быть, сериал, который мы смотрим, трудные подростки. На самом деле, мне, как я уже и говорила в каком-то там прошлом, да, влоге, что мне не особо нравятся такие жанры фильма, где там чуть ли, блин, не порно, извините. Потому что, ну, я не люблю смотреть такие сериалы, где что-то там такое происходит. Сделала я тон, но у меня всё равно что не кети. Господи, девочки, это что, старость? Нет, это не старость, это просто недель такая. Неделя, которая просто выбила из всего. Из всего просто напрочь. Я не знаю. Я, кстати, ведь я, по-моему, вам показывала, да? Либо я его уже выкинула. Смотрим. Короче, я заказывала себе это, карандаш для бровей. Точнее, не карандаш, а фломастер вот такой. Фигня. А, фигня фигнёй просто. Он меня рыжеватым оттенком красит. Ну, сейчас я ещё раз попробую, но вряд ли. Ну, как бы можно сделать там кончик, допустим. Но он рыжий. На камере, кстати, видно, что рыжеватый. Ладно. Ну, ладно, я кончик накрашу. Слегонца. Ну, блин, оно рыжее. Правильно, рыжее, коричневое какое-то даже. Смотрите. Ну, блин, не фокусируются девочки. Ну, оставлю я вот эти уголочки такими. Ой, он даже не смывается, что ли. Блин. Ладно. Короче, просто накрашу. Что это у меня? Ивен Сабо. Что это? Это, наверное, гель. Гель цветной, типа. Коричневый. Вот. На самом деле, я реально не знаю. Уже хочу что-то поменять опять для бровей. Что-то другое уже купить. Потому что ни то, ни это вообще не нравится. Мне нравился один карандаш. Он у меня до сих пор... А, нет, ещё уже нету. Короче, вот примерно что-то вот такое. Тоже... А, нет, от Стеллари он был, да. Вот так дорого стоит сейчас. Капец. Один какой-то карандаш вот такой стоит, блин, 400 рублей. Я вообще тогда офигела, когда зашла в Магнит Косметик. Я раньше всегда его там брала. Стеллари, это же в Магнит Косметике продаётся. Косметика вот такая. Вот. И я зашла, я думаю, блин, капец. Он стоит просто денег каких-то нереальных. Хотя раньше я его брала за 200 рублей, там за 150. И сейчас он просто 400. Я вообще не могу, блин. Но он хороший был. В том плане, что он держался очень хорошо. Ну и можно было подкорректировать, так скажем, свои там брови. Вот. Нормально. У меня есть ещё вот такая вот штука. Так, что я показывала. Это, короче, типа подводка. Но я её иногда использую для бровей. Чтобы контур, типа, сделать. Мне кажется, если меня посмотрит моя мастер-бровистка, она скажет, господи, Юля, ты что делаешь такое со своими бровями? Я их тебе там крашу, крашу. Ты их ещё там как-то красишь неправильно ещё. Вот. Но, блин, я просто не знаю. Неприучно я в своё время находить на брови, на маникюр. У меня есть жалко денег всегда. Не знаю, почему-то вот. Особенно сейчас, когда денег не особо много. Потому что... Ну, потому что... Сами понимаете, наверное. Сейчас, конечно, я опять, наверное, буду ждать свою зарплату. 15-го числа. Сегодня у нас 10... А, нет. Какой сегодня? Сегодня 8-ое. Вот через неделю у меня будет зарплата. И тогда я уже, может быть, и то не факт, схожу на брови, на ресницы. Нет, на ресницы нет. На ресницы я, кстати, уже давно не хожу. На маникюр. А ресницы я хочу. Я прям вообще мечтаю о них. Но всё никак тоже не съезжу, не сделаю. Короче, капец. Надо планер вести, девочки. Это же такая прекрасная штука, планер. Не знаю, как вам, но раньше я вела планер. Меня, конечно, ненадолго это хватало, но... Я его вела, и он мне всё равно хоть как-то помогал. Я видела все свои дела на бумаге. И это очень кайфово. А так у меня мини-планер есть в телефоне, но просто там какие дела появляются, я просто забиваю туда. Ну, дела в плане, там, не знаю, репетиции у Тёмы. Там, не знаю, сходить там туда и сюда. А вот так вот, чтобы распределять там свой день, как-то у меня такого нет. Ладно, сейчас я накрашусь и вернусь к вам когда-нибудь там уже, когда что-то будет интересное сегодня. Кстати, там же вышли пацанки. Уже три выпуска вышло, я смотрю их потихонечку. Сегодня... Нет, вчера я досмотрела вот третий выпуск и ещё специальный выпуск. Такой, конечно, трэж, она просто ужас. Напишите, кто смотрит вообще пацанок. Потому что, не знаю почему, но вот с последнего сезона, не с последнего, а какой там, седьмой был до этого сезон, я начала их опять смотреть. Раньше, сколько, пожалуйста, первый сезон я смотрела, потом второй, третий, четвёртый, пятый, шестой я не смотрела. Пять сезонов я не смотрела и сейчас снова начала. Вот, так что, очень мне кажется, она, по-моему, так интересно всё это дело. Вот, и, ну, конечно, жёстко, жёстко, ничего не скажу. Вот, может быть, это спойлер для кого-то, но жёстко. Я прям вообще в шоке такая смотрю вот с такими глазами, думаю, господи, почему вообще, отчего происходит. Вот, так что, кому интересно, кто вообще смотрит, делитесь вашими впечатлениями. Но, мило, граться-то, конечно, да. Я себе просто офигевала, сидела вчера. Вот, так что вот такие вот дела, смотрю, пацанок. Медвины, волосы выросли. Блин, как показать-то? Ну, короче, они вообще уже до поясницы практически. Вот, ну, они до поясницы, но когда я делаю хвостик, мне вообще кажется, что они не выросли, нифига. Потому что когда в хвост собираешь, вообще длину непонятная, не видно её. Вот. Они у меня, конечно, ещё попорченные все. Вот, наверное, сантиметров столько плохих. Потому что это всё секущиеся вот такие вот концы не очень хорошие. Хочу тоже вот когда-то обрезать себе. Но, блин, они растут. Я сейчас пользуюсь опять маской из Галамарта. Короче, на яичном желтке, что ли, она там основана. И я вот ей делаю. И у меня из-за этого я прям увидела, насколько они там начали расти быстрее. Вот. Так что прикольно. Нравятся длинные волосы мне всё-таки. Смотрю, недавно посмотрела себя с короткими волосами. Думаю, да господи. Ну, как-то не знаю. Ну, вроде прикольно. Ну, вроде как бы, вроде не моё. Не знаю. Ну, короче, когда-нибудь всё равно наступит момент, как это у всех девочек, да, бывает. Что захочется вот так вот себя обрезать. Обрезать себе волосы. У меня папа что-то делает, обрезает мне волосы, как я уже и где-то тоже рассказывала. У меня сейчас много новеньких, кстати, появилось. Всем привет. Вот. И немногие, наверное, понимают вообще, кто я такая, что я вообще. Зачем я начала снимать опять видосы какие-то. Такие тупые ещё, наверное. Ну, видосы. И все, наверное, думают, господи, какая я дура. Не знаю. Но у меня постоянно, вот когда я что-то там выкладываю и болтаю, мне всё время кажется, что есть люди, которые думают, что я какая-то неадекватка. На самом деле, всё хорошо. Всё нормально. Я просто начала записывать видосы. Не знаю. Мне нравится это. Мне нравится потом присматривать самой себе же эти видосы. Не знаю. Просто нравится смотреть, как я меняюсь, не меняюсь, как меняются мои мысли и так далее. Вот. Насмотрелась блогеров в детстве и решила, что мне тоже надо. Но до этого у меня вообще, у меня прям не было возможности снимать. Потому что у меня был ужасный какой-то телефон, который даже камера там еле как работала. Вот. Поэтому я ничего не снимала. Но в мечтах с детства, лет с 12, у меня всегда было такое, что снимать на YouTube. Не только на YouTube, ВКонтакте я ещё всё дублирую. Вот. Так что думайте, что я там такая просто решила, что надо мне снимать. Просто мне это нравится. Нравится делиться чем-то. Нравится... Реально нравится переслушивать потом саму же себя. И делать какие-то выводы о том, что расту я, не расту. Вот. Ну, вот у меня, получается, когда я начала вести... С 30 июня 22 года я начала вести канал. Вот. И как бы перематывая на то время, я смотрю, и я вижу, что я там прям такая малышка ещё прям совсем. Вот. Хотя прошло-то, блин, полтора года вроде как. И не знаю. Всё равно мне кажется, что с каждым годом люди растут. Умнеют, может быть, мудреют. Может быть, тупеют. Не знаю. Вот. В каких-то сферах. Мы сидим в Бургер Кинген. Это всё, что произошло сегодня интересного. До этого мы всё спали. Тёма пришёл от мамы. Уснул. Я уснула вместе с ним, хотя была одетая. И думала, что сейчас пойду погуляю. Но уснула. Тап. Тампы. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну вроде выглядит красиво, сейчас покажу вам Вот так вот это выглядит Это как бы получаются драйники с картошкой, но там еще колбаса и сыр Потом когда это делаю И когда мы попробуем Специально купили сметану Попробуем, расскажу вам Время у нас уже 11 часов, завтра у меня на работу Так что Когда покушаем, я вам расскажу И уже буду с вами прощаться Хотя влог опять получился какой-то Альня-ля-лю Вот так что Как-то так Когда-нибудь я научусь снимать нормальные влоги Обещаю Наверное, это будет в Питере В общем, приготовила я драйники Вот такая у меня красота тут получилась Со сметаной Уже попробовала один Ну вроде вкусно Но дело в том, что я никогда, видимо, не ела такое Вот У меня мама, по-моему, готовила Но я не помню вообще их вкус И не знаю, какой он должен быть Вот Но так вроде со сметаной Со сметаной прям вообще классно Так что сейчас покушаем Время уже 12 Поедим Там в душ и спать Вот Так что на этом я хочу с вами попрощаться Всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok